Семь культурной недели А еще, как гласит перевод пастернаком стихотворения Бораташвили, это цвет любимых глаз, цвет мечты, краска высоты. Но главное, рассказывает комиссар Биеннали и арт-директор площади мира Сергей Ковалевский, это путеводная звезда всей Биеннали. В ее основе лежит палиндром, слово или фраза, которая одинаково читается слева направо и справа налево. Опираясь на него, авторы решили захватить как можно больше Енисея. Географически, исторически и поэтически. Художники, скульпторы, фотографы ездили в экспедиции по территориям Красноярского края, от Шушенского и до Дудинки, а после привезли свое представление о синеве Енисея. Люди привезли свои конкретные совершенно ощущения, впечатления и развернули очень просторно на этих этажах. И у кого-то это совершенно погружающие вас инсталляции в воды памяти, как вот здесь мы стоим, в этих занавесях, в этих заводях Анастасии Безвершук. Самые разные на самом деле эстетики поэтик. Кто-то скульптуру делает, кто-то найденные объекты собирает. Почу привез из Норильска художник Конон Авгрейдин. С большими трудами это очень непросто. Кто-то целый док у нас выстроил из кораблей, из судов, которые он увидел из космического спутника в водах реки. Биенале состоит из нескольких частей. Основного, специального и гостевого проектов, а еще лабораторий научных и публичных программ. Это совершенно разные представления о локальности и глобальности, в которых авторам помогали разбираться арт-резиденции в музеях Красноярского края. Музейные сотрудники помогали развивать идеи художников, украшали их реальными историями и коллекциями с мест пребывания авторов. Подбор художников был очень важен, это задача куратора, что это должны быть художники, которые умеют концептуально еще относиться к тому, что они делают. Не просто хорошо рисовать, лепить, так сказать, и даже фотографировать, а вот еще отнестись к этому с философской, с поэтической точки зрения, с исторической и еще с какой-то. Ну и в итоге я очень радуюсь тому, что такое разнообразие здесь представлений, во многом это наша цель была, показать, что банальные знакомые с детства всеми вещи могут с новой стороны повернуться. Отдельного внимания заслуживает гостевой проект Биенале – семилетний итог работы полярной арт-резиденции. Это целая сеть художественных исследований Норильска, его людей и природы. Красноярск стал первой площадкой, которая разместила около 30 разных экспозиций, художественных размышлений о самом северном городе и его парадоксе. Он по массе, по многообразию очень здорово создает мощный магнит. Здесь вообще можно на часа полтора зависнуть, поскольку, а чтобы обойти все эти лабиринты, вникнуть в каждый проект, главное, с удовольствием это можно провести, потому что на самом деле очень интересно, на любой вкус. Вот сюрреализм вот этот вызывает прекрасные впечатления. У кого-то вот эти шикарные фотографии постановочные питерского художника Виктора Юльева. Первая в России музейная Биенале прошла в Красноярске и организовал ее именно музейный центр «Площадь мира». Спустя столько времени эта традиция никуда не исчезла, сейчас это по-прежнему одно из главных событий в Красноярске, которое объединяет в себе разные подходы к пониманию современного искусства и в целом к пониманию культурного кода человека. До февраля посетить Биенале сможет любой красноярец или же гость города. Мы, в свою очередь, продолжаем исследовать все новое и интересное, что происходит в Красноярске, рассказывать обо всем вам, чтобы и вы смогли устроить себе культуру. Полина Михальчук, Данил Мамонтов, Владимир Антонов, ТВК. Продолжение следует...